Всем привет! Сегодня будет говорящая голова, ну вот вид такой, какой есть, потому что не очень легко найти фон для моих видео, потому что сейчас приедет муж, до обеда я была занята, и вообще я это видео собиралась вчера еще записать, но распсиховалась, потому что муж вернулся с работы, сейчас он возвращается раньше, он работает пока не стемнеет, а темнеет у нас уже в 5 часов, и он приехал и захотел жареной картошечки, жареные курочки, конечно у нас был полный холодильник, ну вот я иду на поводу у него, я ему все это приготовила, и опять же у меня собака, вот сейчас я запишу это видео, пойду его купать, у него проблемы с глазками, поэтому так как есть, так как получается, так и получается. Ну и это видео планировалось быть довольно серьезным по теме, дело в том, что я подвожу итоги не только своего года прошедшего, но и прошедших 6 лет, который я нахожусь в Америке, один из них можно выбросить в задницу, потому что я проживала в Детройт, и была там в жутких условиях, не было никакого развития, единственное, что я там сделала, подала документы на политэмиграцию, и это был для меня такой старт, потому что ни одного дня в Америке я была нелегальна, вот, и прежде чем подводить итоги, я бы хотела вспомнить вообще, с чего все это начиналось, я это рассказывала в некоторых своих видео, но, к сожалению, с 16-го года я YouTube не вела, дело в том, что в этом же году я его открыла, и в этом же году я его закрыла, потому что я, конечно же, делала политические видео, я уже как-то об этом рассказывала, и, возможно, я повторюсь, но уже потерпите, и, может быть, это интересно будет моим новым зрителям, и мой канал простаивал, и сейчас его оживить довольно-таки непросто, потому что YouTube 16-го года и 21-го – это две большие разницы. YouTube я закрыла, фактически, по требованию моей дочери, которая со мной работала, она запретила упоминать ее имя, но сейчас, я надеюсь, все стаканилось, и я решила опять возобновить вот эту вот свою работу на YouTube. Я тележурналистка из Украины, бежавшая в США, которая подавала на политубежище, потом вышла замуж, и сейчас я живу в Детройт. Я попала в Детройт, сейчас я живу в штате Мэрилэнд. Ну, такая предыстория. С чего хочется начать, собственно, да, в чем суть видео? Как я уже сказала, я подвожу итоги, как и каждый из нас, и, конечно же, я переживаю вот это свое прошлое, и вспоминаю, с чего все начиналось. В любом случае, это видео будет позитивное, как бы грустно все это не выглядело, потому что впереди праздники, и мы не должны грустить, и мы должны жить надеждой. Для начала я хочу показать, чтобы мне писали украинские и российские СМИ. Хочу также заметить, что я не просто журналистка, я имею кучу грамот, в том числе грамоту Кабмина. Это было веселое время, когда я ее получила, потому что это была настоящая работа, мы подружились с военными. Грамоту мы получили за то, что ездили в опасные районы во время наводнения в 2008 году, и мы оказывали гуманитарную помощь в том числе, мы очень были скооперированы, и летали на вертолетах, и снимали актуальные сюжеты, например, черная касса, когда гуманитарная помощь, деньги для потерпевших просто разборзаривались, разворовывались. Мы снимали вырубку деревьев, почему это наводнение вообще произошло в горах, в Карпатах, и много-много другого. Но сейчас, к сожалению, я с военными украинскими не общаюсь, хотя мы были друзьями, потому что я не могу видеть все эти лозунги и без сепаратистов, и я не могу думать о том, что в моей стране продолжается война, и просто заблокировала. Вот это вот моя пачка документов, вот это вот, это все свидетельство того, где я работала, как я работала, это спилка журналистов, союз журналистов, это пятый канал, это НТН, украинский канал, это телеканал Тонис, ну это так называемые байджики, которые мне высылали редакция, пятый канал Визитка и телеканал СТБ. Также мы работали еще на другие каналы, которые нам все это не высылали, но просто я была в качестве стрингера, то есть независимый тележурналист, я даже зарегистрировала фирму, платила налоги, никто этого в Украине не делал, потому что была, как бы, зарплата платилась в конвертах, и только я, идиотка, бегала в налоговую и сдавала все свои отчеты и платила за то, что я работаю на центральных, на центральных каналах, вернее не работаю, а сотрудничаю, потому что олигархи, которым принадлежали все эти телеканалы, я надеюсь, меня хорошо слышно, они же жадные и подлые, они доходы стараются прятать, и расходы тоже, чтобы не платить лишних денег, чтобы работать легально и чувствовать себя комфортно, для каждого журналиста, в принципе, было бы нормально организовать какой-то, какой-то корпункт, обеспечить его помещением, техникой, машиной, но этого ничего не делалось, потому что все это стоит деньги большие, и многие журналисты, конечно, работали как, полулегально, скажем так, и, конечно, наши местные журналисты задумывались, почему вот я на многих каналах, а у них ничего не получается, в принципе, это был обычный бизнес, когда, например, у тебя есть продукт на какая-то тема, видео, ты этот продукт предлагаешь, и он идет в эфир, то есть просто-напросто нужно было быть таким быстрым, шустрым, уметь писать тексты, уметь снимать и уметь продавать свои материалы на центральный канал Киева, к сожалению, не у всех это получалось, вот, и мне начали завидовать, я сейчас покажу некоторые документы, вот, в принципе, это все нарушение прав журналиста, это все могло бы пойти под криминал, это, есть статья такая в Украине, о препятствии работе журналистов, ну, и вот некая нацистка, небезызвестная, о которой Шари сделал два своих видеоматериала, можете просто погуглить, набрать на YouTube Шарий-Кацкович, сделала вот такой вот пост, это все у меня, когда я подавала на политику, было в одной папке, я все это скринила, копировала, и оно в одной папке отпечаталось, я закрываю лицо своей дочери по ее требованию, вот здесь написано, что мы лживые журналисты, там ее спрашивают, откуда такая ненависть, и как мы ей перешли дорогу, где, она пишет на пятом канале, пятый канал, как известно, принадлежит бывшему президенту Порошенко, потом пошел откровенный буллинг, то есть нам просто не давали работать, и вот это вот агенция Фиртка, с чего все, собственно, и началось уже более серьезно, это Кацкович, тоже работала на пятом канале, но очевидно, мы ей мешали, еще раз повторюсь, достаточно было просто подавать вовремя материалы, темы, и связываться с редакцией, а не заниматься какими-то другими делами, но мешали не только Кацкович, был еще такой журналист, да, в кавычках, почему я начала заикаться, потому что журналистом его тяжело все-таки назвать, помню, мы ехали на съемки, у меня также есть все эти печатные скрины, и мы ехали с милицией, ехали в горы, в какое-то дальнее село, это была тяжелая съемка, у меня было время впритык, и вот мы подъезжаем уже к этому селу, там было убийство, два убийства, два материала мы ехали снимать, и он мне начинает выписывать на мой телефон, это мужчина, у него один ребенок, он работал на местном областном канале, пытался еще подавать материалы на Киев, причем как интересно он их пишет вот из-за тебя мой ребенок не может кушать апельсины, я офигела, потом он начинает меня всячески обвинять, почему я поехала на эту съемку, почему я лезу на все каналы, в общем посыпалась куча грязи, мне нужно думать над темой, мне нужно думать как взять интервью, человек просто был не в адеквате, и фактически не давал работать, здесь также он мне выписывал в фейсбук еще, это ж не только на телефон, он в фейсбук мне выписывал, привет, как мне толерантно попросить не влезать СТБ пятый канал ТВИ НТН, может составишь список куда мне нельзя и зачем нафига он пишет, нафига это делать потом идет опять милая переписка человек не в адеквате он это пишет женщины которая его намного старше у которой трое детей маме одиночки которая делала карьеру без какой-либо помощи и вот ему не стыдно было это выписывать мало того я его знала мы как-то имели счастечко работать в одном офисе и и пока мы писали тексты этот тележурналист включал порнуху об этом многие знают я не называю его имени причем одно время я его очень уважал как именно как профессионала и мы под эту порнуху писали например тексты почему в селе отключили газ почему люди замерзают а там на мониторе он эту порнуху скачивал на диск я не знаю может он ее продавал таким образом подзарабатывал и порнуха включалась буквально на всю громкость для меня это тоже был шок ну то есть после этого я уже ничему не удивляюсь ну и вот самый срач пошел после того как мы естественно я как мама одиночка все время искала под работу у меня дитё мое самое младшее доучивалось в университете мне нужно было ее кормить мне нужно было платить за квартиру и вот мы вернее мне поступает предложение сотрудничать еще с одной компанией видео idea production здесь написано город Киев зарплата 5000 гривен я еще раз повторюсь я об этом рассказывала то есть кто уже знает эту историю вы можете промотать пропустить и или пересмотреть мое предыдущее видео я его здесь прикреплю и вот мы начинаем сотрудничать с этой продакшн они себя позиционируют что это киевская контора потом через некоторое время я выясняю что они находятся в Крыму когда Крым уже был захвачен но уже было поздно как бы сотрудничество было в полном размахе и вот они передают мое видео на РЕН-ТВ причем там были только комментарии только интервью на программу военная тайна которую я естественно не писала не работала над ней то есть мы просто передали интервью и одним из участников этого этих интервью был Кацаба вот и начинается срач а нас начинают писать я потом поставлю еще скрины вот а нас начинают писать местные СМИ но еще пару слов про Кацабу да вы все знаете кто такой Кацаба это украинский тележурналист я бы тоже так посомневалась которого посадили в результате он был на Донбассе и показывал две стороны и потом призывал не идти на отказаться от мобилизации украинской его за это посадили вчера я смотрела его интервью с Мантян как бы его судят все эти годы после того как из тюрьмы отпустили Мантян сказала что заинтересовался его делом Евросоюз и как будто его как бы ситуация сдвинулась с места и на этом интервью он сказал что некий Демьянив который написал на него заявку в СБУ пожаловался его вызывают в качестве свидетеля на суд и якобы он или его не найдут или отказался не в том дело но Кацаба назвал этого Демьянива стукачем а вот насчет стукачества а вот здесь Кацаба просто сейчас этого уже в интернете нет но есть скрины это на той же фиртке интернет-агенция его спрашивают кто из франковских журналистов брал у тебя интервью для российской программы на РЕН-ТВ я перевожу с украинского и Кацаба здесь отвечает интервью брала Светлана называет мой псевдоним мой псевдоним лунгар в честь деда она извинилась за эту подставу в кавычках вот причем мы ему отдали все черновое видео то есть чтобы он себя как-то подстраховал чтобы мы понимали что уже война начинается чтобы на него не было никаких репрессий и после этого полетела вот я знаю кто снимал Светлана Козлик моя фамилия ее дочка те же еще подлюки теперь знаем кто работает непосредственно на Кремль ну и вот на ветку вас за это на геляку вас за ц по-украински две российские сучки а я русскоязычная и вылезла на центральные киевские каналы да пиная всех этих западноукраинских тележурналисток почему в кавычках я сейчас покажу что они обо мне писали какие сюжеты снимали да еще раз две российские сучки хорошо лижут жопу Путину вы продались фашистам вот ну и так далее масса угроз масса нечисти вранья я даже не хочу сейчас все это перечитывать просто зачитаю чтобы мне писали русские ну и самое главное украинские СМИ так поехали я буду то у меня нет программы чтобы например я здесь вставила второе окно для видео поэтому я буду просто выставлять на компьютер свой и показывать потому что я работаю одна у меня нет помощника у меня нет сценария и мне некому сделать прическу сделать задний фон настроить камеру поэтому я работаю как могу ну начнем с российских так сказать информагенций вот это была съемка бунт матерей мы снимали когда молодых пацанов послала украинская власть на передовую с лопатами и ну это была жесть матери сбунтовались и вот посмотрите что они писали бандерации а там танки грады вот никаких там танков нет езжайте смело кормят пять раз в день солнечные ванны вечером дискотека бассейн с подогревом дальше нецентрозурная лексика хряки еще сидят на западной украине то есть видите что это все боты фотографий нет выставляют фотографию женщины матери на ее лице печат печалька и пистолет вот так это было кстати после Луганска пидоры когда Луганск бомбили убивали мирных людей радовались до слез и как самих коснулось завыли видите ненависть откуда идет а меня вот собственно то что меня коснулось и моей дочери поближе а меня еще репортеры рассмешили Светлана Козлик и Марина прямо как в тему с такими фамилиями понимаете уровень какой вообще критики судить по фамилии то есть я уже говорила что в принципе у меня фамилии то известны и одна и другая один муж профессор а фамилия моей дочери была известна на Прикарпатии ну и вот Ивано-Франковская область и до вас доберемся суки бандеровские следующая публикация это уже когда я здесь находилась в штате Мэриленд когда умер мой муж бывший подчеркиваю бывший отец моих двух детей он работал в русскоязычно польско-украинской школе там был конфликт из-за русского языка школу постоянно собирались закрыть поставили своего зауча от радикальной партии свободы кстати свобода да небезызвестная и вот здесь цитируют разрушительная перемога в Прикарпатии учитель пал жертвой борьбы борьбы с русским языком я прокомментирую во-первых не только с русским языком там был общий конфликт большой конфликт его трагедия можно сказать жизненно потому что он был учитель истории учитель истории его знали и любили многие дети ему приходилось себя перекраивать как преподавателю и вот здесь написано что я себя называю политической беженкой из Украины вот и я сделал публикацию на фейсбук это имело ажиотаж я здесь писала тех кто затравил учителей заставил их унижаться и отстаивать честь директора могут себе аплодировать еще одна мерзкая разрушительная перемога суть истории такова неизвестные ревнители украинского языка донесли местным чиновникам от образования что торжественная линейка в школе якобы проводилась на русском языке в ходе конфликта директор школы подала заявление на увольнение в общем чтобы коротко у моего бывшего мужа случился после этого конфликта обширный инфаркт вот я написала после этого скандала ушел из жизни Криворота Владимир Евгеньевич учитель от Бога и значит пишут что мы познакомились когда работали воспитателями в пионерском лагере в Крыму но касательно этой статьи здесь с удивлением я узнаю что оказывается мои дети были рождены в незаконном браке потому что данный сайт сообщает что я с мужем проживала в гражданском браке сейчас я найду вот листаю так чтобы быть неголословной вот написано мы познакомились когда работали воспитателями в пионерском лагере в Крыму вспоминает она крымский роман превратился в союз по словам женщины она с Криворотовым долгое время была в гражданском браке ну вот как это назвать журналисты писавшие данный шедевр со мной не связались не уточнили информацию ничего ну просто написали от фонаря ну и вот еще одна статья это реакция на приезд Порошенко в Вашингтон к Трампу я сделала видео на ютуб и журналисты выпустили вот такой вот обзор в принципе вот к ним я не имею никаких претензий просто я здесь насмешила публику о том что Порошенко плохо выглядел и посоветовала ему взять меня своим имиджмейкером вот в сети появилась видеозапись этакий монолог украинской журналистки сейчас американской домохозяйки Светланы Козлик по поводу встречи в Вашингтоне президентов США и Украины Дональда Трампа и Петра Порошенко дорогой гость оставил у нее скажем прямо не самые приятные впечатления здесь указывается что я работала на 5 канал сотрудничала с ними да действительно смешную статью написали и смешное было видео я его тоже здесь прикреплю далее Светлана попыталась найти в топах новостей ведущих телеканалов какие-либо упоминания про визит Порошенко но так их и не обнаружила на самом деле я хотела с Порошенко встретиться вот это видео так что вот такой небольшой обзор о том что мне удалось найти в сети интернета о себе то есть это было бегло и дальше последует обзор на украинские СМИ что же обо мне они писали ну возможно видео покажется длинным возможно неинтересным в принципе я это делаю для того чтобы все это не потерялось это мои воспоминания это моя жизнь потому что много информации стираются в интернете уже нет моих каких-то сюжетов я их не могу найти сайты переписываются переделываются переустанавливаются вот что я хочу сказать я сейчас прервусь это была первая часть я сейчас пойду поприветствую своего мужа который вернулся с работы а потом мы продолжим как я уже сказала что видео в конце концов будет позитивным потому что я сейчас не имею злости ни на кого ни на врагов ни на бывших друзей ни на бывших коллег ни на кого вот это я делаю потому что считаю нужным это сделать и у меня в этом месяце я себе поставила за цель такой марафон на ютубе сделать каждый день по видео в общем-то мне это удалось за исключением двух по-моему раз когда я видео выставляла не каждый день а через день но иногда я видео выставляла даже дважды в эфир поэтому да это возможно но когда делаешь все-таки такие серьезные видео нужно к ним готовиться хотя бы вот эти бумаги я должна была откопать и все эти свои документы все это требует времени и подготовки а когда снимаешь какую-то бытовуху экскурсии конечно это проще просто идешь по улице снимаешь и что-то говоришь поэтому не судите строго продолжим подписывайтесь на канал кстати я открыла свою наконец-то пейпал страницу кто хочет угостить меня кофе или помочь развитию канала я буду очень рада и очень благодарна ссылка будет ниже продолжим спасибо за просмотр и с наступающей